друзья всем привет мы продолжаем тему взаимоотношений и говорим о так называемой теме соединяемости с другими людьми по каким каналам и по каким принципам и как и с кем мы соединяемся после сотни и сотни чтений стало понятным что недостаточно знать просто свой дизайн то есть свои механические настройки очень важно понимать как вы проявляетесь и ведете себя во взаимоотношениях в соединении с другими оказывается что краеугольным камнем в реализации своего потенциала становится именно наше окружение и люди которые нас окружают то есть как мы ведем и как мы проявляем свой потенциал именно во взаимоотношениях с другими людьми увидеть то какие люди нам корректны и как нам нужно с ними себя вести как мы будем себя с ними вести вообще по жизни как мы можем их использовать в своих целях для реализации мы можем видеть более чем 100 местах бодиграфик но самое основное это темы южного и северного узла и сегодня мы поговорим именно о них о том что из себя не представляют а также поговорим о цветах линии северного и южного узла которые видны под стрелками слева и справа под нижними стрелками в целом южный и северный узел указывают нам на ту атмосферу найти обстоятельства это настроение которое царит в нашем окружении если мы говорим про красную сторону то речь идет о том как и какие качества распознают в нас люди со стороны если мы говорим про черную сторону то это то какие качества мы ценим и распознаем в других именно по этим качествам люди ищут нас а мы ищем их распознавая вот те самые качества и качества эти можно увидеть в теме ворот южного и северного узла вот именно такие люди будут попадаться в вашем окружении с такими качествами с одной стороны это люди которых будете видеть вы распознавать с другой стороны люди по этим качеством с красной стороны будут видеть вас и распознавать что вы корректно также мы можем посмотреть на так называемую среду обитания и цвет дара распознания с черной стороны под нижней стрелкой мы видим так называемый дар распознания то есть каким образом каким образом с помощью какой когниции какой познавательные способности мы распознаем эти качества в людях С красной стороны мы видим, в какой физической среде нам важно находиться, чтобы мы проявлялись корректно. И теперь давайте на примере одного из бодиграфов посмотрим, какое окружение корректно для человека, какие качества он будет искать в людях окружающих и какие качества будут распознавать в нем. Итак, перед нами бодиграф манифестирующего генератора 4.6. И мы видим с красной стороны в его южном и северном узле цифры 45 и 26, то есть 45 и 26 ворота. Это значит, что его ближнее окружение, а красная сторона говорит нам именно о нашем ближнем окружении, то есть о нашей семье, о тех людях, которые идут с нами по жизни. Видео о том, что из себя представляет красная и черная сторона подробно есть на моем канале, я оставлю здесь ссылку на него. Так вот, ближнее окружение будет искать и распознавать этого человека по двум качествам. Качеству 45 и 26 ворот. То есть они хотят видеть в нем и видят в нем руководителя, просветителя, хозяина. Тема 45 ворот. А также они видят в нем тему 26 ворот. Они распознают, что он корректно себя ведет в те моменты, когда он проявляет мягкую силу. Когда он умеет по принципу Айкидо правильно преподносить информацию, где-то прогибаться, чтобы добиться своего. То есть 26 ворота всегда мягко проявляют свою волю, как бы внешне прогибаясь, наблюдая. Также в целом канал 44-26 это канал продажника, коммерсанта. И поэтому его ближнее окружение распознает его корректно и признает его. Тогда, когда он проявляет свои коммерческие качества. С черной стороны мы видим то, какие качества в других людях этот человек ищет. Прежде всего он ищет в них качество 35 ворот. То есть качество прогресса. Обретение нового опыта. Поступательное движение вперед. Одна из тем 35 ворот это чрезмерность. То есть постоянное увеличение объема того, что я имею. Вот всегда таких людей этот человек распознает и ищет. Люди, которые всегда стремятся вперед, хотят прогресса, способны расширяться, запускать какие-то проекты, иметь возможность купить себе что-то новое, инвестировать. То есть именно прогрессируют, растут. И второе качество, которое он видит в людях и распознает их как корректное окружение. Это пятые ворота. То есть это дисциплина, распорядок. Люди распорядка и дисциплина. Через какую когницию, то есть через какое познавательное качество, как, то есть он распознает этих людей. Через шестой цвет. Мы видим это в кружке под нижней стрелкой черной. Шестой цвет рассказывает нам про наблюдателя, про невинность. То есть ему корректно наблюдать за этими людьми, не вмешиваясь в процесс. Только так он увидит, что эти люди обладают теми или иными качествами, наблюдая невинно, не вмешиваясь. С другой стороны мы видим среду физически, где ему следует обитать. Среда обитания, то есть ландшафт, в котором мы присутствуем, дарит нам ресурс для тела. И мы начинаем вибрировать на правильной частоте. Вот его физическая обстановка, среда обитания, мы видим это в цвете под левой красной стрелкой, цвет среды обитания. Первый – это пещеры. Пещеры, то есть помещения, где можно спрятаться, где есть один вход, один выход, где можно обрести покой, где тебя никто не видит, ты никого не видишь и можешь контролировать вход и выход. Такое укромное место. Вот из такого укромного места этому человеку очень важно наблюдать за другими, видеть, насколько они дисциплинированы, насколько они прогрессивны и управлять ими. Тема 45-х и 26-х ворот. И управлять этими людьми через вот такое отстраненное наблюдение. В целом, понимая это, человеку очень легко становится выстраивать свои отношения и пребывать в корректной атмосфере вокруг себя. Только так он может проявить свой истинный глубокий потенциал. А его истинный глубокий потенциал мы видим в роли и цели, которые видны в Солнце и Земле личности и Солнце и Земле дизайна. Роль – это Солнце, где и виден наш профиль. А цель – это Земля. Или, по-другому говоря, потенциал и инструмент, с помощью которого мы этот потенциал достигаем. Таким образом образуется так называемый крест жизни, роль, цель и сцена жизни в Южных Узлах. Все это образует крест жизни. Но это уже отдельная тема для разговора. Об этих аспектах и еще более чем о 300 других аспектах проживания собственного дизайна и взаимоотношений с другими я говорю на своем курсе «Творец. Как читать свой бодиграф». Также у меня есть отдельный курс именно по кресту жизни, то есть исключительно по нашей среде обитания. Мы разговариваем про 32 полярности узлов, про тональности и цвета нашего окружения достаточно подробно. И, конечно же, если вы хотите знать свою личную конфигурацию окружения, то, о чем мы сейчас говорили и разбирали, приходите ко мне на чтение по кресту жизни. У меня есть отдельная услуга, так и называется, крест жизни, на которой мы обсуждаем исключительно ваше окружение и как к вам корректно с ним выстраивать отношения. Если эта тема вам интересна, а мы начали говорить про нее в прошлом видео, когда говорили про мотивации, это является естественным продолжением этой темы, пишите «Хочу продолжение» и мы будем продолжать говорить обо взаимоотношениях цветов и линий, о наших когнитивных способностях, которые проявлены в дизайне, и о многом другом. Все, до скорых встреч, жду вас на консультации и чтении, все ссылки есть в описании. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!